ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Короче, давайте договоримся так. Я называю номер телефона нашей студии 847-400-5200. Если у вас появились уже или появятся вопросы к Яну, пожалуйста, набирайте этот номер. Будем стараться отвечать на ваши вопросы. Ну, а пока вопросов нет, Ян, прошу вас, давайте продолжим. У бюрократии вообще свои законы, данные Богом Адаму и Евы. Плодитесь и размножайтесь. Вот бюрократия очень любит и плодиться, и размножаться. Кстати, два слова. Вот сами сравните. У госпожи, у жены Обамы, значит, у ней штат ее сотрудников был 27 человек. У Милани, жены президента Трампа, только 5 человек. А вот Минни, жена президента Дуайта Эйзенхаура, она имела только одного сотрудника, секретаршу. И то зарплату своей секретарши платила не из федерального бюджета, а платила и зарплатой своего мужа. Вот какие, как меняются времена. Вот вам нынешняя аристократия в лице Обама и его жене. Мало того, что у него там 2,5 миллиона чиновников государственных расплодилось, так и у жены уже 27 человек должны эту мадам обхаживать, которые эти незаблюдные средства массовой информации, помните, как они ее называли, самой знаменитой женщиной в мире, самой выдающейся американкой. Что в ней выдающегося и что в ней знаменитого? То, что она держала 27 штат-прислуги за государственный счет. Но есть вещи, которые Регин обещал навести порядок в федеральном бюджете, ему это не удалось. Сегодня, конечно, картина намного хуже. Федеральный долг превысил 20 триллионов долларов. То есть это равняется 100% нашему валово-национальному продукту страны. Вот вы думайте сами, в этом году дефицит федерального бюджета порядка 900 миллиардов долларов. Это огромный дефицит. А дефицит внешней торговли в Америке, несмотря на то, что у нас такой огромный объем экспорта 2,6 триллиона долларов, но привозим, но покупаем-то больше. И вот эта разница между тем, что мы покупаем и то, что мы продаем, в этом году дефицит в внешней торговле составит 700 миллиардов долларов. Вообще цифры, конечно, все эти цифры, они утомляют, но трудно их в реальности вообразить, что это такое. Я вам скажу, каждый день наше правительство одалживает 3 миллиарда долларов. Вот наша передача идет в течение часа, вот, и за это время уже наше федеральное правительство одолжило 130 миллиардов долларов за один час. Так что, конечно, кто это отдавать будет, когда это отдавать будет, это, как говорят, никто на этот вопрос ответа нет. Пока еще на священную корову наших либеральных демократов тратят деньги, тратят незаработанные деньги, еще толком никто не замахнулся. Но, честно говоря, и сделать это нелегко, ведь основная проблема это так называемый entitlement, расходы на здравоохранение, social security, welfare, food stamp, ну и так далее. Так и тянется эта бесконечная цепочка долгов. Как долго она может длиться? Нет ответа и нет решения. Вообще, долги это огромная проблема, но не только государственный долг, но и всех, но не только в Соединенных Штатах, ведь кроме государственного долга, людей еще волнует так называемый собственный долг, долг своей семьи, в котором находится семья по выплате моргичей, кредитов, расходы на образование детей и так далее. Но этот расход тоже велик. В Канаде он составляет 100%, я уже говорю о долгах самих граждан, в Канаде он составляет 100% валового национального продукта, в Соединенных Штатах 77%, во Франции 60%, ну а меньше всех хотят залезать в долги итальянцы. У них этот показатель только 40%. Будучи в Англии, Регин выступил в парламенте и произнес речь, которая оказалась пророческой. Он тогда сказал, Советский Союз скоро окажется на мусорной свалке истории. Америка начинает восстанавливать свою вооруженную мощь, и она сделает все возможное. Количество кораблей будет доведено до 600. Военный бюджет увеличен. При Регине армия достигла своей лучшей формы, но президент Обама, знаменитый лауреат Нобелевской премии мира, быстро ее разоружил. Количество кораблей сейчас военно-морских США снизилось почти что в три раза. Трамп опять начал ее модернизировать. Военный бюджет этого года, вернее следующего, 750 миллиардов долларов. Цифра, конечно, приличная. Будет зависеть от того, как она будет потрачена. Регин обладал огромным чувством юмора. Он любил шутки и анекдоты. Он не любил абстрактных рассуждений, каких-то схоластических выводов. Он предпочитал конкретные дела. Для него еще с того времени, когда он был президент лиги актеров и проведший сотни переговоров с такими китами, как владельцы Голливуда Сэлм, Голдвин, Джек Уоррен, переговоры с Горбачевым не составляли большой трудности. Несмотря на то, что у Глебегина был большой круг друзей еще со времен Голливуда, все же он предпочитал время провождения только со своей любимой женой Нельси. Вот насколько они любили друг друга, вот маленький эпизод, когда он ей сделал предложение и подарил довольно дорогое обручальное кольцо, они пошли на пляж, и она там случайно с пальца соскочил, ну и упал в море. Она, конечно, расплакалась на взрыв. Ну что сделал, Регин, он взял, снял с пальца свое обручальное кольцо и бросил тоже в океан. Говорит, ты чего плачешь, купим новое. Главное, чтобы мы жили друг другом. Вот так они любили. Их любили до последнего дня. Они очень много вместе читали. Регин был глубоко верующим человеком. Этому он был обязан своей матери, которая научила его любить и понимать Библию. И в заключение нельзя не сказать о доброте Регина, которое было основой его характера. Примером такой доброты и его помощи это бесчисленное количество. Все, кто помнит Регина, обязательно оставили нам какие-то воспоминания именно о его доброте. Еще будучи президентом гильдии актеров, он не оставил без внимания ни одной просьбы актера, ни одной о помощи. Добрый, храбрый, он был человек с множеством недостатков. Вот этим и отличаются подлинные, настоящие люди от этих мумийных советских вождей. У тех же не было недостатков, какие же у них могли, у этих ходячих мумий были недостатки. Это же были, я уже даже не знаю, к слову которого выразить, кем они были, все эти Ленины и Сталины и прочее. Регин, как и все великие люди, они же не бывают ни без этого, вообще люди без недостатков не бывают. Наоборот, эти контрасты, они как раз и говорят нам о величии человека. Через год после того, как Регин покинул Белый дом, рухнула Берлинская стена. Помните его знаменитый визит в Берлин, когда он подошел к Берлинской стене, зашел на трибуну и сказал, мистер Горбачев, снесите эту стену. Рухнул и советский коммунизм. Регин часто цитировал Томаса Пэйна, одного из идеологов американской революции. В каждом из нас заложено стремление изменить мир к лучшему. И Регин старался это сделать. Вот прошли уже годы, 30 лет по окончании, мир, конечно, изменился. И рухнула и Берлинская стена, и рухнул и Советский Союз. И поступил какой-то небольшой такой форточка надежды. Форточка, что действительно мир изменится к лучшему. Что исчезнет это жуткое противостояние. Это угроза взаимного уничтожения, десятки тысяч атомных бомб. Все, казалось, пойдет, ну, то, что называется, идти к лучшему. Но это, как говорят, хорошего же долго не бывает. И это продолжалось недолго. Сегодня, в 2019 году, мы, русско-американские отношения, подошли, можно сказать, к самой ниже Плинтуса. Как говорят, хуже уже не бывает. Идет безжуткая, а чудовищная какая-то, лживая, грязная, антиамериканская пропаганда. Ну, к счастью, вы живете в Америке. Вы видите, Америка ничем этим не отвечает. В Америке Россию практически не упоминают. Они практически не говорят. Ну, так, изредка. Если бы не этот вот скандал с предвыборной компанией Трампа, так, может быть, вообще бы эту Россию не упоминали. Но Россия, там все по-другому. Там нет ни одного дня, чтобы эту Америку не прокляли, что она идет к концу, что ей конец, что она, в общем, все плохое, все должно обрушиться на Америку. Конечно, всегда уже, да и когда время у нас сейчас закончилось, хочется думать, что, ну да, ну продлится эта очередная холодная война. Ну год, ну два, ну пять, ну десять лет. Но мир же не бывает постоянным. Опять где-то на каком-то зигзаге истории. Опять что-то где-то выправится. И опять появится форточка надежды. Вот так мы и живем. От надежды к надежде. Я заканчиваю свою передачу и желаю вам всего лучшего. Очень много событий, конечно, на Украине происходит. Но давайте дождемся 21 апреля, а уж потом поговорим подробнее. Еще раз, всего вам доброго. Спасибо, уважаемый Ян. И вам взаимно. Будьте здоровы. До следующей встречи в эфире. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»